итак дорогие друзья всем привет давайте продолжим в сегодняшнем видео мы с вами разберем как добавлять на фото или на картинке другие изображения надписи как вот компонировать несколько изображений в одно я вам покажу на примере поздравительной открытки ну а вы смотрите по вашей теме там можно под это подстроить любое предложение ваше сделать его привлекательным давайте начнем итак заходим на поисковую систему или яндекс или google в раздел картинки изображение и делаем запрос допустим вот такой воздушные шарики теперь смотрите здесь есть у вас несколько вариантов вы можете выбрать изображение уже с прозрачным фоном что очень хорошо кликнув на вкладку вот здесь можно поменять выбрать файл png это прозрачный фон и вам поисковик выдаст большинство изображений на котором уже присутствует прозрачный фон и вам не нужно будет его убирать я вам покажу как его убрать это тоже несложно кликайте на изображение смотрите чтобы не было посторонних надписей когда у нас прозрачный фон то на фоне вот здесь мы видим вот такие вот квадратики серенькие это уже изображение с прозрачным фоном правой кнопочкой жмем по изображению и выбираем сохранить изображение как и выбираем папочку которую мы создали специально для этой темы можем добавить сюда имя я цифровое значение пишу и здесь мы видим файл тип файла png это в основном прозрачный фон кликаем сохранить все изображение у нас полетела в нашу папочку под названием проект далее что нам еще нужно нам необходимо заранее подумать над тем что мы будем создавать здесь мы можем еще надпись днем рождения на прозрачном фоне все программка нам тоже выдает изображение на прозрачном фоне с надписями красивые разные вот в разных форматах надписи можно скачивать вот так с интернета можно самому писать я вам тоже покажу как это делать ну вот если вы не хотите сами заморачиваться писать можете взять что-то отсюда кликаем ждем программка показала что это прозрачный фон также правой кнопочкой мышки нажимаем сохранить изображение как и прописываем имя сохраняем ну что делать если вы вам понравилось какое-то изображение допустим шариками и это непрозрачный фон вот допустим такое изображение вам понравилась такая картинка но фон непрозрачный и мы не сможем его адаптировать к нашему к нашей открытки к нашему изображению здесь тоже есть решение давайте я вам покажу как сделать фон изображения вот этого прозрачным для этого мы кликаем по картинке правой кнопочкой и выбираем открыть с помощью нам нужна программка paint.net она бесплатная она есть свободном доступе в интернете можете ее скачать себе на компьютер и пользоваться ей и так видим открылась здесь мы в окне инструмент выбираем ластик кликаем окно ластика у нас активная далее мы выбираем размер ластика можно нажимать на менять размер можно сразу по стрелочке перейти и выбрать размер ластика такой какой нам необходим таком размере он может быть в огромном ну или в маленьком и начинаем стирать фон нажимаем левой клавишей мышки и аккуратненько просто вводим и видите появляется у нас прозрачный фон все аккуратненько так вот убираем стараемся не заходить на изображение таким образом мы убираем вот этот голубой фон если фон белый не прозрачный но белый давайте я вам тоже покажу как убрать фон давайте мы сразу выберем уже формат файла не png а jpeg это уже белый фон вот такая картиночка нам понравилась но фон белый также кликаем правой кнопочкой мышки сохранить изображение как и выбираем место куда мы хотим сохранить прописываем имя файла изображения и кликаем сохранить все закрываем теперь берем наши шарики с белым фоном кликаем по ним правой кнопочкой мышки открыть с помощью программки point net снова открывается в этой программе и здесь мы уже выбираем вкладку волшебная палочка слева во вкладке инструменты переходим на белый фон левой кнопочкой мышки жмем по этому фону и видите часть у нас окрасилась в такой голубой цвет но не все очень хорошо теперь мы выбираем инструмент ножницы кликаем вырезать левой кнопочкой мыши жмем на инструмент ножницы видим у нас фон удалился стал прозрачный но не весь вот здесь еще есть также левой кнопочкой кликаем на этот белый фон и на инструмент ножницы еще раз все места где остался белый фон мы вырезаем все весь фон у нас получился прозрачный теперь мы жмем файл сохранить как нам программа предлагает место куда мы можем сохранить и здесь нам обязательно выбрать нужно тип файла png вот этот он прозрачный фон прописываем имя файла и кликаем сохранить здесь мы ничего не меняем подтверждаем окей все наше изображение сохранилась уже в прозрачным фоном теперь